На должность главы республики, но я хочу тоже застрелить в него, как Харкебедов, Нарухудовская школа, учитель структуры, директор. Ну, всего, наверное, мужское население нашей республики обрадовалось, когда узнали о возрождении главной футбольной команды Урала. И, значит, при предыдущем руководителе моих похоронений, нашу хорошую футбольную команду, очень приятно то, что при возрождении нашей главной футбольной команды у наших детишек появится цель играть главной команде республики. С 13 июля по 13 июля у нас чемпионат мира проходит в Риадожанейре в Бразилии. Будем, конечно, все бороться за нашу сборную России. В 2018 году чемпионат мира пройдет в России. И хотелось бы, конечно, чтобы наша футбольная команда хотя бы в 2018 году уже играла во второй лиге. А сейчас она будет играть третьим в любительском дивизионе. И вот из средств массовой информации, уважаемый Алексей Маратышев, было озвучено, что только 15% финансируется будет команда из республиканского бюджета, а 85% за счет спонсоров, мецената и так далее. Пару слов о возрождении футбольной команды. 85% это реально немного. Вот наше будущее, наша главная команда. Спасибо. Я считаю, это самая оптимальная цифра, 85%. Потому что даже если и будет у республиканского бюджета финансовая возможность дать больше, я считаю, это моя тоже принципиальная позиция, было бы с морально-этической точки зрения неправильно направлять бюджетные средства, пусть и на благое дело, на спорт. Поэтому мы исходили из того, что все же таки львиную долю расходов должны нести так называемые внебюджетные источники финансирования. Ну а я об этом уже неоднократно говорил, мы на днях получим эти окончательные документы. Я имею ввиду спонсорские соглашения практически со всеми инвесторами и меценатами, как мы их назвали. Так что ничего в этом секретного, тайного нет. Тем более я уже озвучивал эту цифру, и бюджет-то по большому счету для любительского дивизиона небольшой, чуть больше 10 миллионов рублей. И сегодня это по причине. Ну а там уже будет зависеть от того, как будут играть. Кто его знает, если они в первый год, не дай бог, выйдут наверх. Ну тогда будем уже думать посередине. Мы болеть будем, я думаю. Болеть будем. Кричать. Пожалуйста, еще вопросы. Позиция, пожалуйста. Добрый день, уважаемый Алексей Маратович, уважаемые кандидаты, выборщики первой площадки по поведению правильность. Я являюсь руководителем общественной приемной, председателя партии. И к нам в общественную приемную обращаются работники образования и здравоохранения по включению отпуска по уходу ребенка на полутора лет для назначения пенсии по старости. Этот вопрос я хотел бы адресовать Константину Сергеевичу.